всем привет мои дорогие друзья уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала с вами даев и в сегодняшнем видео из раздела такого еще не видели я хотел бы представить вашему вниманию два на мой взгляд интересных проекта из мастерской это посейдон если быть точнее gtn bb x 47 посейдон и также тор фантом которую виднеется вдали в общем посейдона заспавнил я 2 для того чтобы проверить курсовое вооружение фантома и сейчас мы будем с ним повнимательнее знакомиться ну естественно он у нас весь такой синенький так как он посейдон очень много на нем сенсоров модифицированные к сожалению две каких-то модификации не загрузилась и совершенно непонятно какие-то были модификации за что они отвечали так что вот как-то так кино ломает нам модификации очень сильно стилизован как какой-то но не знаю авианосец или какой-нибудь линкор современной но очень красиво к сожалению у кино в также нет понятия что-то среднего на максимальных настройках модели вы видите их проявление у себя под задницей она экстримных минус 30 кадров и за 10 километров в общем вот такая вот палуба здесь присутствует для вертолетов везде вот эти сенсоры понапиканы везде все пиликает и чавкает в общем вот такие вот у него курсовые пушечки магнусы огромнейшая очень сильно нравится также вы можете побегать по палубам посмотреть вот такого боковое вооружение кстати дезинтегрирует все что шевелится также на данном корабле установлены энергетические щиты но фантому это не страшно вот такие вот пушечки очень понравилось как стилизованы сами вот эти вот антенны сканеры и сонары и тому подобные гадости в общем очень красиво стилизована даже лазерная антенна и тут мой проектор и опять сенсор и вся вот у нас такая красота человек очень любит сенсоры кто по национальности не знаю потому что все обслуживание вопросительными знаками ну что же давайте знакомиться поближе с посейдоном в общем здесь вы можете зайти на палубу очень оригинальное освещение именно lcd панелями здесь вот кнопочки уберу все лишнее извиняюсь с экрана чтобы нам не мешал в общем путешествуем можем побегать по палубам обслужить наши гатлинг турели очень грамотно сделано опять какие-то кнопочки вот это вот пушка будет явно стрелять вот сюда если не развернется но она естественно развернется в общем очень нравится данный корабль который можно назвать как корабль космический так корабли и на воде если было бы еще и как минимум вода в этой игре но это только у нас мечты что же продолжаем наше увлекательное путешествие везде вас ждут бешеные турель чеки и вот такой вот орган что это такое я не знаю и первый раз если честно встречаю давайте посмотрим кто это такое шилд шилд капикатор капа капоситор жуткая в общем тут у нас дистанцион очки и это у нас были щиты опять же здесь открывается вот такой ангар а так как нет коллизии или столкновений с этими пушками совершенно не страшно вы можете сквозь них пролетать свободно и опускать ваши транспортные средства именно сюда также двери можно закрыть как видите на x y z это все называется также все это у нас красиво закрывается вот смотрите какой приятный блик очень приятное освещение теперь стало когда жека панели могут освещать внешний интерьер это мне очень конечно нравится ну что ж следуем дальше такое помещение совершенно пустенькая и тут у нас как говорится карусель карусель кто успел тот присели но мэн скай блин в общем здесь вы можете посидеть и немножко покрутиться на карусельках жуть то какая интересно куда командиры улетят вот меня аж заштормила после таких вот каруселей в общем обдумываете медитируйте и крутитесь ну что ж побежали дальше смотреть дальше что у нас тут есть так здесь я бы да 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 хорошо очень нравится то что вот такие вот цветовые отблески появляются и тут у нас тоже по моему ничего нет есть нет есть в общем продолжаем наше увлекательное путешествие по данному кораблю это выхода на палубу если мне память моя дырявый не изменяет а здесь вот до выход и на верхнюю палубу присутствует так что можете по всему кораблю пробежаться и везде весь его ощупать даже не включая своего ранца вот я наконец нашел выход наверх и мы вышли на мостик мостик тоже немножко пустоват к при великому сожалению но очень грамотное освещение как вы можете видеть и опять какая-то неведомая сфера это вот такой вот гироскоп у нас очень симпатично выглядит и самое главное стилизован на космическую тему вдали вы видите еще одного посейдонов в тени и вот грязное окно кто-то не дамыло к при великому сожалению ну что ж давайте посмотрим как данный корабль управляется к сожалению управление у него совсем печальная и вот вот этими огромными пушками мы можем стрелять совершенно не слышно как они стреляют но тем не менее сейчас по носику по самому краешку попадем и кстати стрелять на 15 километров я совершенно не вижу срабатывает ли щит или не срабатывает до срабатывают щиты так что данному кораблю совершенно никаких повреждений не наносится очень долгая перезарядка на мой взгляд но тем не менее с 15 километров стрелять это что-то в общем возвращаем немножко какая чувствительность больная на вот таких вот камерах но не суть важно что у нас по полетам очень медленно разгоняется очень медленно тормозит и к сожалению нет никаких гиру ускорителей и не было даже фронтальной камеры чтобы вы могли прицелиться и кого-то затаранить вот вдали мы видим фантома но что ж друзья мои перенесемся к нему посмотрим и один корабль дезинтегрируем а потом их двоих как говорится в неравном бою скрестим выбегаем отсюда может быть какое-то помещение и пропустил но тем не менее них не хочется очень сильно затягивать данное видео тем более что я себя немножко неважно сегодня сегодня чувствую поэтому заговариваюсь приношу свои извинения в общем вот эти вот огромные пушки которые вы можете управлять ну что ж перелетаем к нашему фантому сложная решетка к сожалению он белый белосерый вот это вот конечно очень сильно расстраивает в таких проектах посмотрите смотрится куда меня понесло этот корабль уже разгоняется прекрасно на нем стоят и трастер модифицированный и азимут трастеры и азимут реакторы в общем он тоже модифицированный очень сложная решеточка почему турели вот смотрят назад а основное вооружение которое очень мощное и игнорирует любые щиты это вот такие вот пушки может быть кому-то пригодятся сейчас мы посмотрим повнимательнее как они называются вот такие но имейте ввиду совершенно несбалансирован звук в общем и тот и другой корабль у нас очень сильно а чего откуда тень взялась что я заслонил чем я заслонил а своей головой понятно в общем оба корабля у нас очень сильно похожи на на водный транспорт вот так вот давайте повнимательнее посмотрим этот уже разгоняется тормозит просто прекрасно так что фантом у нас тоже симпатичен очень красивые тормозные трастеры здесь освещение вот такое вот я почему-то пролетаю опять сквозь половину блоков но тем не менее здесь щитов не установлено но установлено вот такие вот маленькие бедненькие турели чки как вы называетесь может быть кому-то пригодится в своих проектах тефлон тефлон сферическая турель и вот эти гатлинги мне тоже очень сильно понравились я тоже такие хочу гатлинг канон не знаю то ли ваниль то ли нет явно не ваниль потому что вот таких вот дымогасителей на ваниле нет сколько я в него искал вход это не в сказке сказать не первом описать друзья мои вход здесь находится аж вот тут также у нас командирская рубка и поехали исследовать фантома весь беленький но по крайней мере автоматически открываются двери что тоже не может не радовать такс выход на мостик и выход в кишки но давайте вначале посмотрим по кишкам тут совершенно все печально но мы его и расстреляем за это тут тоже все печально и это спускайтесь как говорится вниз текс 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 пустенька и вот такой вот небольшой заводик здесь с джам драйвами все покрашено и в принципе здесь смотреть особо не на что ну кроме вооружения так откройся все никак не привыкну вот сейчас мы попадем очень оригинально сделано обратите внимание вот эти вот блоки они вот с какими-то с промежутками и можете увидеть что творится на этаже ниже а здесь вот к сожалению не установлено никакой подножки и вот здесь вот основной тяговый отсек очень симпатично выглядит прямо вот самый настоящий космос вот этих вот всех трастеров в общем все эти трастеры находятся внутри корабля за счет этого поворачивает он и разгоняется просто прекрасно ну что ж проследуем на мостик но это будет довольно таки проблематично потому что корабль прям заплутаться в нем никаких проблем не составляет здесь есть выход вроде как есть я нашел выход наверх текс смотрим это вниз понятно это медицинская медицинский отсек везде естественно скрипты у нас информации сейчас зайдем по быстренько мы в констракшн посмотрим вид сверху вот такой вот супер супер мега завод если можно так сказать смотрите какая здесь конвейерная система все это покрашено в общем это летающий мега завод если на то дело пошло огромнейшее количество всяких контейнеров лампочек конвейерных труб и тому подобное ну что ж и вот маяк нам в глаз светит естественно тоже хорошо продолжаем наше увлекательное путешествие сейчас мы будем воевать так вверх вверх это как раз командирскому мостику хорошо и вот бридж мостик мостик опять вверх лифтов к сожалению здесь нет но тем не менее заходим на командирский мостик видим довольно таки просторный просторные простите пожалуйста командирский мостик вот так вот тут даже солнышко светит в окошке культ панели очень симпатично но вот если была бы фронтальная камера если мне не пришлось ее вручную ставить был бы корабль идеален также вы можете посидеть здесь полюбоваться вид из кабины для пассажиров а для самых мазохистов вот такое вот сидение кверх ногам на и кверх ногами вы можете наблюдать что у вас тут творится вот опять же этого не хватает в основных инженерах это вот красивых управление красивых вот таких вот же кашечек и тому подобное ну что ж камеру я установил целимся разгоняется мгновенно просто нечто разгоняется мгновенно сейчас мы немножко разенбаундим один из корабликов потом я отлечу на этом корабле так как он все-таки мгновенно разгоняется за счет вооружения ну хотя вот так вот в морду ему стрелим разочек закладывайте ваши ушки сейчас будет громко сразу же говорю потому что совершенно не сбалансирована громкость вот этих вот турелей так что вы готовы огонь пли но я сделал потише хренак аж щиты заглючили как вы можете видеть заряжается довольно таки долго при великом сожалению но повреждения будут просто огромнейшее такое ощущение что это вот громом стукнуло еще залп половина правда летит в другую сторону как вы видите пол хари разносит просто на расстоянии какое у нас тут расстояние сейчас мы посмотрим на расстоянии трех километров никаких проблем совершенно нет вести стрельбу но за исключением того что фронтальной камеры не было давайте подлетим поближе чтобы уж общим выстрелом вот это вот все разнести скорее всего модификация на щиты просто охренела от такого выстрела но пол морды посейдону снесло потом отлетим сделаем этот вражеский и уже на втором посейдоне это все недоразумение немножко подчикаем все тормозим огонь вау вы только посмотрите вот этот дезинтегратор просто на две части половинит корабль такого вы еще не видели ну и все-таки очень симпатично конечно посейдон вот так вот проплевает проплывает сбоку прям классно сейчас еще разочек и это еще до половине до энергетические щиты нервно курит в сторонке от такой мощности выстрелов вы только посмотрите друзья мои это что-то с чем-то ну что ж отлетаем вдали вдаль точнее ну по крайней мере подальше немножечко и попробуем пересядем на второй посейдон и отомстим посмотрим насколько он мощный сейчас мы это сделаем пиратцам так выпустите меня из этой камеры ой но не совсем выпустите верни меня взад пожалуйста спасибо да стой ты да стой ты успокойся блин да что ж такое все время вылазить за пределах так а мы уже остановились к сожалению немножко гироскопчиков не хватает все-таки совсем немножко их не хватает да надо еще будет отлететь потому что один и три километра этого мало сейчас развернемся там все равно с 15000 стрелять начнет так что никаких проблем я думаю с этим не возникнет так отлетаем на пару километров делаем все злобным все тормозим панель управления выделяем все и перемещаем в спейс пиратц да все доступ запрещено сейчас по нам начнется огонь страшный и ужасный огонь огня пока не вижу поэтому пока выбегу из данного посейдона наружу пусти меня так и упал вот мы уже слышим как какие-то звуки подозрительное сейчас посмотрим что здесь происходит также вот такие вот турельки но почему-то меня не игнорируют ну что ж там не стреляет что ли что не так что не так я думаю уже будет воевать ладненько берем управление свои руки и будем воевать сами друзья мои но это дезинтегратор просто ставьте на свои проекты и будет вам счастье почему он не стреляет скорее всего он не стреляет потому что не может прицелиться как же меня бесит что вот так вот под задницей прорисовываются вот эти вот все блоки но почему нельзя было еще метров на 300 сделать на большом отображении еще чуть-чуть подальше так где мой бридж пустите меня на мой мост все хорошо разворачиваемся этот разгоняться будет довольно таки медленно но тем не менее повернись к избушка лесу передом а ко мне как говорится задом и немного сейчас мы тебя накладываем все как вы видите прицел идет и открыт огонь все волшебно значит мы по касательной совсем близко должны пролететь циферка 7 выравниваемся сейчас посмотрим что происходит да там происходит война и совсем по касательной пролетим совсем рядышком вот на 15 километров стреляет без каких-либо проблем сейчас я вынесу информацию о симспиде для тех кому интересно насколько же нам оптимизировали последнюю версию в общем сейчас будет весело когда мы подлетим выключаю гасители и начинаю смотреть естественно вид от третьего лица вот это все лишнее убираем сейчас заработают основные палубные вооружения вы только посмотрите что будет вот такой вот дезинтегрированные звездные воины прямо аж хочется снять скриншот потому что очень это красиво естественно в щиты попадает и все это лагает по страшному но тем не менее потом подведем итоги вот после такого вот простите пожалуй что так лагает но к сожалению я уже с этим сделать ничего не могу полетели и ракеты полетели и стреляет и это это и как вы видите загрузку у меня аж две тысячи процентов офигеть этого в то есть не моих x8 нужно 20 штук поставить чтобы у меня это все сыграло без лагов друзья мои это просто нечто но тем не менее половина вооружения уже пострадала чуть-чуть потравниваем ся и продолжаем наши можно взять на абордаж ну на мой взгляд красивая и зацепился яйцами при великому сожалению по моему либо у меня заглючил я даже сказать ничего не могу вот какие-то органы на экране пролетают почему-то не летишь что с тобой не так ты зацепился или пристыковался или как раз при абордажился мне не видно я скрыл себе все эти да при великому сожалению я немножко зацепился отлетаем 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 какие же нужны компьютеры болен чтобы нормально можно было в это поиграть спасибо за мультиплеер кины но вот очень хочется начальника еще вот при таких стычках чтобы не было вот таких вот 2000 процентов мультитред в общем как-то вот так вот мы пром воевали друзья мои сейчас слетаем посмотрим что у нас произошло тушу я этот корабль сразу же пропали лаги потому что щиты стали неактивны и летим ручками ножками смотреть их генератор гравитации то нет верни мне и это мне тоже верни спасибо в общем его колбасит ай-яй-яй ай-яй девчонка где взяла такие ножки выпустите меня отсюда я еле вы вылетел отсюда но вот ведется вот такой вот огонь на поражение щиты уже на исходе но они очень бешено убивают вам симспид ну что же давайте посмотрим что произошло у нас вот какие запчасти расстреливает что произошло у нас с основным кораблем фантома от него осталось ну в принципе перед нормальной вот пару башенных вот этих вот дезинтеграторов конечно отшибло но вот эти вот полукруглые турельки очень приятно смотрится welcome to звездные войны в общем я бы сказал что довольно таки ощутимо потикало но в принципе не смертельно корабль может быть управ может управляться не на две части это уж точно не ну красиво конечно хорошо хоть не слышно как стреляют вот они такие злобные стреляют ну что ж мои дорогие друзья уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала с вами был даев подписывайтесь кто не подписан будучи много всего интересного приходите на стримы смотрите другие мои видео на всем вам огромнейший лайк за просмотр пишите ваши комментарии ставьте ваши лайки всем приятной игры всем до новых встреч с вами как всегда даев всем пока пока я даже не скрошила надо же